АПЛОДИСМЕНТЫ Я только что спросил у нашего министра, сколько государств участвует, 150 стран. Это очень впечатляет. Я вас хотел сердечно поблагодарить за то, что вы приехали в Россию и принимаете участие в этом очень важном мероприятии. И я очень рад, что наша инициатива по проведению этого форума получила такой отклик. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что здесь уже очень многое было сказано, но я все-таки некоторые вещи, которые считаю важным, повторю. Еще недавно безопасность на дорогах рассматривалась некоторыми государствами как сугубо внутреннее дело, такая локальная проблема. Между тем, и об этом свидетельствуют цифры, которые, я уверен, в этом зале уже приводились. Это одна из серьезных проблем международного развития, требующая и выработки общей стратегии, и совместных мер. Сегодня, когда я смотрел материалы к нашему форуму, конференции, цифры, которые я в очередной раз для себя осознал, просто поражают, если хотите, удручают. И несмотря на то, что они, наверное, звучали, я все равно не могу их не процитировать. Более трех с половиной тысяч человек ежедневно погибает в дорожных авариях. За год, по различным данным, в мире погибает больше миллиона человек. И каждый пятый из них – это ребенок. По сути, ежегодно с карты мира исчезает большой город, мегаполис. Более 50 миллионов человек получают травмы и увечья. И если эту тенденцию не переломить, то, во всяком случае, по тем выкладкам, которыми мы располагаем, по тем данным, которыми мы пользуемся, к 2020 году дорожно-транспортные происшествия станут третьей наиболее серьезной угрозой здоровью, наряду с болезнями системы кровообращения и некоторыми другими проблемами. Понятно, что цену человеческих страданий в этом случае измерить невозможно, но можно измерить ущерб, который наносят национальным экономикам дорожно-транспортные происшествия. Этот ущерб по щитам. Он исчисляется цифрой более чем в 500 миллиардов долларов США. Из них приблизительно 100 миллиардов приходится на развивающиеся экономики. Гигантские деньги, которые по вполне понятным причинам могли быть потрачены совершенно на другие цели, на цели развития. Главная причина аварий – это нарушение правил дорожного движения, то есть то, что традиционно происходит на дорогах с самых разных стран. Это и нарушение скоростного режима, и пьянство за рулем, и просто неуважительное отношение к окружающим, низкая культура вождения. К сожалению, всё, что я назвал, вполне присуще и нашей стране. Назрела необходимость создать на уровне национальных законодательств такие нормы, которые давали бы определённые чёткие абсолютно сигналы для всех водителей во всех странах. Например, о том, что водитель, лишённый права управления в одной стране, не имел бы возможности водить автомобиль на территории другой страны, во всяком случае без какой-то специальной предквалификации. Наряду с усилением репрессивных мер и усилением штрафных мер, штрафных санкций, нужно совершенствовать подготовку водителей и пешеходов, оказывать пострадавшим своевременную квалифицированную медицинскую помощь и, конечно, уделять особое внимание качеству дорог, модернизации дорожной инфраструктуры. Особая тема и для нашей страны, и для многих стран, хотя это отчасти свойство национального менталитета, поведения водителей на дорогах, то есть культура вождения. С другой стороны, ошибки человека должны максимально компенсироваться системой безопасности транспортных средств. За последнее время в этом направлении многое сделано, и, конечно, нынешние транспортные средства существенно отличны от того, что было и 20, и 30, тем более 50 лет назад. Но очень важно продолжать контролировать исправность автотранспорта. Ну а, конечно, автопроизводителям более активно использовать технологические новинки. Понятно, что это всегда выбор между стоимостью нового автотранспортного средства и использованием технологических новинок. Но если речь идёт о безопасности, на мой взгляд, это всё равно важнее, даже в сравнении с таким показателем, как цена. Мы убеждены в том, что нужно безотлагательно и совместно начинать выработку системных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Нужно скоординировать и международные усилия в этой сфере. Честно говоря, можно скоординировать их даже таким образом, как мы сегодня согласованно скоординировали.